С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук. Здравствуйте. 370 медицинских работников заразились коронавирусом в Казахстане. Случаи зафиксированы в 13 регионах страны. В списке лидируют Алматы. 197 человек и еще 98 в столице. В их числе врачи, медсестры и представители младшего медперсонала. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Лиза Токтаева. Она также отметила, что тестирование на коронавирус сегодня можно пройти в 19 лабораториях страны. Сейчас ежедневно делают 6000 тестов в сутки. В планах увеличить их количество до 10. Это больные остро-респираторные инфекции, медицинские работники, контингент закрытых коллективов, закрытых учреждений и объектов жизнеобеспечения. То есть социальные учреждения, коммунальные службы, продовольственные магазины, КСК, транспорт. Страна переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом, заявили в Министерстве здравоохранения. Уровень инфицирования сейчас составляет 7 случаев на 100 тысяч человек. Теперь помимо карантина начинают полномасштабный скрининг тех, кто задействован в обеспечении жизнедеятельности населенных пунктов, а значит находится в зоне риска. По мнению вирусологов, болезнь может проходить бессимптомно, а в будущем за счет большого распространения возможно снизится воздействие самого вируса на организм человека. Эксперты не исключают, что осенью нас ждет вторая волна заражения COVID-19. Вопрос в том, как бы сумеет, будет ли этот вирус более патогенный, будет ли он менее патогенный. Скорее всего, вирусы подобного рода, они как бы усиление патогенности не работают. Они, как правило, снижают, то есть расширяются, в принципе, способны к заражению, но при этом патогенность снижает. Во всяком случае, мы очень сильно надеемся, что процесс развития этого вируса будет иметь вот именно в эту сторону. 16 алматинских мастерских объединились, чтобы вместе шить очень нужную сегодня защитную одежду для врачей, полицейских и военных. Не дожидаясь очередной партии гуманитарной помощи из-за рубежа, местные специалисты освоили новое производство, переоборудовали цеха и теперь обеспечивают средствами защиты все экстренные службы мегаполиса. Уже изготовили 2000 одноразовых комплектов. Анастасия Валикжанина увидела, как люди работают в круглосуточном режиме. В круглосуточном режиме в этом цеху шумят машинки. Здесь отшивают защитные комплекты – комбинезоны, бахилы, маски. Спецэкипировка предназначена для тех, кто сейчас на самом ответственном и опасном посту. Врачи, полицейские, спасатели, военные – все они ежедневно ведут борьбу с коварным врагом. Все они стараются не допустить распространения смертельного вируса. На подмогу пришли предприниматели и организовали производство средств защиты. Мы работаем практически две смены. Так как моих мощностей не хватает, пришлось подключить еще другие цеха. Где-то около 16 цехов на данный момент работают в таком же режиме, помогая городу в создании этих необходимых вещей, средств защиты наших граждан от коронавируса. В день шьют до полутора тысяч таких костюмов, но в связи с режимом ЧП производство защитных комплектов из медицинского спонвода стало очень дорогим. Сырье подорожало не на 100, а на 2000 процентов. Ниток, замков, резинок по прежней цене тоже уже не найти. Комплектующие собирают буквально по крупицам. Их хватит на изготовление 50 тысяч костюмов. Дополнительные материалы хотят привезти спецрейсам из-за границы. Если все получится, эти цеха готовы работать и дальше. Кстати, до карантина здесь шили другие вещи. Сейчас мы краем комбинезоны, маски. Сейчас вот делаем настил на 60 единиц. Потом будем краить, отдавать девочкам в пошивку. Раньше в практике у меня такого не было, шить комбинезоны. Мы шили брендовые вещи. Это как бы в первый раз, потому что надо для страны комбинезоны, бахилы, маски. По шиве одежды уже задействованы свыше 100 человек. Теперь к производству присоединятся фабрики Толгара и Каскелена. Такими темпами казахстанских врачей, полицейских и военных ежедневно можно будет обеспечивать защитной экипировкой. Анастасия Валикжанина, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24. Появилось еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них по два в североказахстанской и западноказахстанской областях, и один в карагандинской. Общее количество зараженных к этому часу в стране 1295. Выздоровели 240. 16 человек скончались. В Павлодарской области на карантин закрыли общежитие. У одной из его жителей обнаружили COVID-19. Болела женщина пять дней, но не обращалась за медицинской помощью, занималась самолечением. В итоге круг ее контактных расширялся с каждым днем. Под подозрением оказались едва ли не все жители общежития. Именно по этой причине городской оперативный штаб принял решение о полном закрытии здания на карантин. Сегодня в санитарной службе привели пример. Круг контактных только одного пенсионера, который скончался от коронавируса в минувший четверг, достиг 286 человек. Анализы пяти его соседей уже дали положительный результат. Это общежитие семейного типа, где насчитывается более 120 квартир. В настоящее время специалистами специализированных защитных костюмах ведется перепись жильцов. Жители изолированы, доступ в жилище перекрыт. По доставке еды и так далее будет отработан тот же механизм, что и ранее выявленных три дома. Как вы знаете, у нас три дома, которые изолированы в настоящее время, где люди у нас находятся на карантине. Также им осуществляется доставка еды, доставка бесплатно, круглосуточно. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на сегодняшний день остается, оцениваю, как напряженной. У нас зарегистрирован вчера новый случай коронавирусной инфекции. Противопедемические мероприятия проводились всю ночь, так как нам стало неизвестно несколько поздно, уже полностью, уже рабочий не закончился. Поэтому мы уложились, тем не менее, в два часа, эпидемиологическая служба и медицинская служба. В течение двух часов был определен круг контактных. И уже работа по их поиску и вывозу на карантин длилась практически всю ночь. Подъезды жилого дома в семье и закрыли на карантину. Одного из его жителей подтвердили диагноз COVID-19. Всего в изоляции оказались 24 человека. Выходить из дома они не смогут две недели. У подъезда круглосуточно дежурят полицейские продукты и медикаменты. Доставлять будут волонтеры. Подъезд был обработан в тот же день. Прилегающая территория аналогично была обработана. Идет переписка. Много вопросов и волнений было вчера, можно так сказать. Потому как ни один из жителей ранее с такими случаями не сталкивался. Но сегодняшний день после череды разъяснительных мероприятий каждый осознал и понял, насколько это все ответственно. Изоляция вместо арены. Московский цирк стал заложником карантина в Караганде. Он прибыл в областной центр еще в конце февраля. Российские артисты привезли с собой более 50 животных. И спустя почти два месяца вынужденного простоя звери оказались на краю гибели. Артистам просто нечем их кормить. На призыв о помощи откликнулись местные жители. Марина Золотарева разбиралась в проблеме. Медведи, обезьяны, еноты и собаки должны были стать участниками необычной программы, которую подготовили российские артисты цирка и карагандинские музыканты. Однако на арену животные так и не вышли. Город закрыли на карантин. Половина московской труппы успела уехать домой. Оставшиеся 17 артистов, в основном дрессировщики, не смогли оперативно покинуть город из-за своих подопечных. Если мы в какой-то цирк приедем, в Новосибирске, либо в Омске, нас также наших животных не смогут принять по причине того, что там стоят другие животные. И они также сидят на карантине, так же, как мы. А других животных просто уже не пустят в цирк, потому что есть соответствующие ветеринарные требования. Чтобы кормить несколько десятков животных в месяц, нужно полмиллиона тенге, говорят артисты. Собственных запасов хватило на несколько недель. Однако изоляция затягивается и средств не хватает. За помощью россияне обратились к горожанам. Харгандинцы сразу откликнулись на призыв. Теперь меню для цирковых подопечных разрабатывают неравнодушные горожане. Все вместе обговаривали, какая помощь нужна именно животным, которые сейчас находятся в изоляции. И решили, что каждый по возможности, что сможет, привезет. Мы купили медведям сгущенку, повидло. Обезьянам взяли конфеты, печеньки, взяли сосиски, сосисек очень много взяли, сухофруктов, корм. Буквально за сутки карагандинцы привезли столько еды, что животным хватит на ближайшие две недели. Россияне надеются, что смогут уехать до того, как запасы закончатся вновь. Хочу сказать всем казахстанцам, которые нам помогают, нам очень много продуктов привезли. Спасибо большое. Аграрии в Североказахстанской области в панике. Они не могут приступить к работе из-за карантина. Люди не могут выехать в город и приобрести запчасти для ремонта техники. Они уже несут колоссальные убытки. Если проблему не решат, посевные работы начнутся с опоздания. Вероника Боярова продолжит. Самое время посева, а техника вот уже несколько недель стоит без дела. Эти кадры мы получили из СКО. Там местные аграрии в панике. Они не могут приступить к работе из-за карантина. Коронавирус серьезно ударил по сельскому хозяйству в целом. И если сейчас не вмешаться, последствия могут обернуться настоящей катастрофой. Причем для всей сферы. Дело в том, что запчасти для ремонта оборудования большинство фермеров могут купить только в городе. Однако въезд туда сейчас запрещен. Что касается южной части Северо-Казахстанской области, мы уже должны работать на полях. У нас снег сошел, у нас уже реально сухо. Закрытие влаги, предпосевные можно кое-какие делать. А техника не готова, потому что мы не можем нормально подвезти. Надо просто разрешить въезд. Мы дадим конкретный список транспорта, который будет забирать эти запчасти. Вот дайте на них пропуск. К слову, сегодня на заседании Госкомиссии подняли этот вопрос. Предложили упростить все процедуры для сельхозтоваропроизводителей. С акиматами даже разработали единый алгоритм. А именно, решили организовать зеленый коридор и сделать электронные пропуска. Что это значит? Это значит, что у сельхозтоваропроизводителей они будут проходить по отдельной полосе только на основании удостоверения личности либо справки, выданные руководителем. Но при этом каждый руководитель предприятия должен взять на себя обязательства по соблюдению требований карантина. Потому что здоровье людей прежде всего. Электронная база уже работает, но бывают перебои, отметил министр. Поэтому на блокпостах информацию разместили и на бумажных носителях. Также пообещали создать оперативные штабы по организации весеннеполевых работ. Заседания будут проводить ежедневно. Вероника Боярова, Айдарбек Атмухамбетул, Руслан Алиев, Владимир Зорин, Хабар, 24. Госкомиссия определила список предприятий, которые возобновят свою работу 20 апреля. В столице разрешение получат промышленные, строительные компании, крупные строймагазины. Также автовладельцы смогут воспользоваться услугами моек и автомастерских. В Алматы возобновят работу крупные оптовые рынки строительных материалов и нотариусы. В оперативных штабах Нурсултана и Алматы определяют точный список предприятий и субъектов предпринимательства с количеством их сотрудников, временем работы и способами их передвижения. С 20 апреля в столице возобновляется работа промышленных предприятий, компаний строительной и дорожно-строительной сферы, крупных строительных магазинов, компаний в сфере транспорта, складирования, а также сервисных компаний сельскохозяйственного назначения, автосалонов, СТО, автомоек, шиномонтажного сервиса, магазинов от АЗП частей, химчистки, ремонтов, техники. Банка второго уровня с допуском 50% от штатной численности нотариальных услуг по спискам, которые будут утверждены Акиматом. Кроме того, будет продлена до 22 часов работы объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставку. С 20 апреля в городе Алматы возобновляется работа промышленных предприятий, компаний строительной и дорожно-строительной сферы, крупных автовых рынков, строительных материалов, нотариальные услуги, а также одного отделения Центра обслуживания населения. Акимам Нарсултана и Алматы необходимо утвердить конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимателей с точным количеством их сотрудников, временем работы и способом доставки, а также обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на данных объектах. Также Госкомиссия рассмотрела проект правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения и одобрила предложение, которое предусматривает перечисление денег на счета маловеспеченных семей вместо предоставления им продуктово-бытовых наборов. О проводимых государственных мерах и организации помощи нуждающимся в условиях чрезвычайного положения Ельбасе Нарсултан Азербайев говорил сегодня во время встречи с первым заместителем председателя партии Нуратан Буржаном Байбеком. Общественный фонд «Бергемес», инициированный первым президентом страны, продолжит работу по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Активно работает правящая партия и волонтеры. С подробностями Айгуля Дилова. Казахстан одним из первых среди всех государств мира включился в борьбу с новым вирусом. Проведена масштабная предупредительная работа. Поставлены серьезные барьеры на пути распространения пандемии. Сделано немало и еще предстоит много работы. Страна переживает тревожное время, а здоровье нации под угрозой. Ельбасе усиленно работает, оказывая поддержку проводимым мерам и организации помощи нуждающимся. Партия Нур-Отан ведет активную работу по поручению председателя. Сейчас в стране принимаются все возможные меры. Во-первых, по борьбе против коронавируса, которая стала бедой для всего человечества и для нас в том числе. Президенты и правительства объявили свои меры. Помощь нуждающимся многодетным семьям, больным, инвалидам и пожилым людям. Поэтому я поручил партии Нур-Отан активно работать в поддержку проводимых государством мер. В инициированный Нур-Султаном Назарбаевым общественный фонд «Бргемос» на сегодня поступило около 20 миллиардов тенге. Единовременная помощь в размере 50 тысяч тенге из фонда уже оказана порядка 152 тысячам семей. Кроме того, помощь из фонда получили и медработники. То, что Нур-Отан должно быть впереди людей, которые помогают, поддерживают, объясняют политику президента и правительства и принимаемых мер, это сейчас очень важно. Мы будем работать и с начала мая начнем вторую волну оказания помощи нашим гражданам. Плюс к тому, что государство и правительство выделяют со своей стороны. Сегодняшнего дня в Алматы, Шимкенте, Нур-Султане помимо материальной помощи мы приступили к раздаче масок нуждающимся семьям. Кроме того, более двух тысяч врачей и медицинских работников столицы и Алматы также получили по 50 тысяч тенге из средств фонда. На строгом контроле прозрачность расходования поступаемых средств. В мае порядка 200 тысячам семей будут отправлены средства помощи из фонда. Таким образом, учитывая количество детей в семьях, около миллиона человек получат поддержку. Эль-Басе выразил благодарность бизнесменам, выделившим крупные средства фонд помощи нуждающимся казахстанцам. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казахстана за поддержку моего призыва создать фонд «Мы вместе», чтобы в это трудное время помочь нуждающимся, многодетным семьям, больным и старикам. Я хочу поблагодарить группу ИРДЖИ, Машкевича, Шадива, Ибрагимова, которые вложили 10 миллионов долларов. И казахмыс Владимир Ким, Новайчук, Агай – 10 миллионов долларов. Тимур Кулебаев и его компания – 10 миллионов долларов. Булат Тимуратов, Рашид Сарсенов, Александр Калибанов, Галамжан Исимов, Айдин Рахамбаев, Александр Белович, Хайрат Буранбаев, Хайрат Шарипаев и многие другие. Хочу выразить всем им благодарность. Народ должен понимать, люди, которые работают у нас, бизнес, который зарабатывает деньги, в то же время всегда в трудную минуту помогает. Первый президент Казахстана особо отметил работу активистов и волонтёров молодёжного крыла партии. Активисты партии и волонтёры Жасутан обеспечили необходимыми средствами 50 тысяч семей по всей стране. Кроме этого, бесплатное предоставление продуктов 185 тысяч человек. 3 тысячи волонтёров работало. Всем большое спасибо. Благодарность и поддержка Ельбасы в адрес таких, как Даурен Талипов. Во время карантина его небольшой ресторан готовит обеды на заказ, развозит хлеб по домам многодетных семей и бесплатно обеспечивает горячим питанием сотрудников санитарных постов. Кто-то работает на санпостах, кто-то выполняет функции охраны общественного порядка. Есть семьи многодетные, есть, которые в чём-то нуждаются. Поэтому мы по мере своей возможности оказываем всем посильную помощь. И это не разовая акция. Пока не закончится кризис, мы думаем максимально, сколько хватит сил и средств, будем это делать. К чему и призывал наш Ельбасын Русултан Азбай. Помощь благодаря неравнодушным казахстанцам получила и семья Жанна Карабаевой. Супруг умер в 2016 году. С тех пор сижу дома и занимаюсь воспитанием детей. Этих доставленных продуктов хватит нам более чем на месяц. Спасибо за помощь в такое непростое время. После того, как пандемия пройдёт, встанет вопрос о восстановлении экономики. Нурсултан Азербайев – лидер, у которого ранее удалось поднять страну с колен и нанести её на карту мира. Отдельно остановился и на вопросах обеспечения экономического роста. в сегодняшний посткризисный период. И президент, и правительство работают в напряжённом режиме, как вы видите, чтобы оказать поддержку, помощь в это трудное время. Но ничего вечного не бывает. Пандемия коронавируса пройдёт, но у нас станет огромной проблемой и вопрос в будущем, как начать восстанавливать экономику. Многие люди оказываются без работы, сокращаются объёмы, экономика падает, естественно, бизнес сейчас не работает. По мере улучшения обстановки постепенно надо начинать отпускать кое-какой бизнес под ответственность самих бизнесменов и компаний, принимая все необходимые меры защиты, себя и окружающих потихоньку начинать работать. Думаю, что наше единство, общее сплочение и желание, необходимость оказать помощь друг другу, нас приведёт к победе. Эль-Басе не раз в своих публичных выступлениях отмечал, народ Казахстана даже в самые тяжёлые времена никогда не терял достоинства, отличался единством и отзывчивостью. Сегодня государство принимает все необходимые меры для защиты от пандемии, оберегая единство и согласие, не сгибаясь перед трудностями, и можно их преодолеть. Айгуль Адилова при поддержке телерадиокомплекса президента «Хабар-24». Отбавку к заработной плате получили 459 медицинских работников Северного Казахстана. Выплаты начислены по трём категориям риска, начиная с лечащих врачей, заражённых коронавирусом пациентов, до водителей карет скорой помощи и лаборантов. На эти цели из фонда обязательного медицинского страхования выделено 44 миллиона тенге. К слову, многие медработники работают в изоляции, им запрещено покидать стационары и встречаться с родными. Первая группа риска у нас до 850 тысяч тенге, вторая группа риска до 425 тысяч тенге, третья группа риска – это пять минимальных расчётных показателей заработной платы. Здесь необходимо отметить, что идёт чёткий учёт фактически отработанного периода времени. Казахстанцы возвращают выплаченные им 42 500 тенге. Это делают те граждане, которым сумма поступила по ошибке. С вопросами, как возвращать деньги, жители страны обращаются к вице-министру труда и соцзащиты Нариману Мукушеву. В своём аккаунте он отметил, что бонифициаром выступает государственная корпорация правительства для граждан и прикрепил реквизиты. Вице-министр отметил, что возврат можно сделать через мобильные приложения банков. Они позволяют отправлять деньги на юридические счета. За деловое сотрудничество с женой могут уволить Акима Куланского сельского округа Турар-Рыскуловского района. Чиновник заключил с компанией, которой руководит его жена, 11 договоров о государственных закупках на 23 миллиона тенге. Нарушение выявили специалисты Департамента внутреннего государственного аудита. Сделали предупреждение Акиму, но тот продолжил покровительствовать компанией своей супруги. Проведен аудит в данном сельском округе, где выявлено нарушение законодательства о госзакупках. По итогам принятых мер, советам по этике принято решение об увольнении данного Акима с сельского округа с госслужбы. Согласно статье 50, данный пособок классифируется как дискрытирующую госслужбу. Таким образом, при увольнении должностного лица по данной статье, он не имеет права в дальнейшем устраиваться на госслужбу. Жители больше 900 казахстанских сел получат доступ к интернету стандарта 3G и 4G до конца этого года. Об этом заявили представители Министерства цифрового развития, инноваций и космической промышленности. По словам чиновников, внедрять высокоскоростные технологии будут в тех населенных пунктах, где проживают больше 250 человек. Сегодня мобильным интернетом активно пользуются 15 миллионов казахстанцев. Казахстан входит в пятерку стран в мире по низким тарифам на услуги интернет со скоростью соединения 100 мегабит в секунду. В целях поддержки жителей сельских населенных пунктов услуги фиксированной связи, это телефонный интернет, они субсидируются. И тариф на услуги телефонной связи, интернет для сел ниже и составляет 596 тенге без НДС за телефон и 982 тенге за интернет. Германии продлили карантин до 3 мая. Если количество новых зараженных будет снижаться, то в стране уже со следующего месяца намерены постепенно смягчать ограничения. А пока школы, университеты, музеи и фитнес-залы будут закрыты. Однако немецкие политики предупреждают о том, что слишком ранее снятие карантинных мер может привести к катастрофическим последствиям. Добавлю, по количеству инфицированных в Европе, Германия все также остается на третьем месте. Однако смертность ФРГ намного ниже, чем в Испании и Италии. Эксперты отмечают, связано это в первую очередь с тем, что немецкие врачи проводят большое количество тестов, что помогает своевременно выявить вирусу больных. Статистика по COVID-19 в Германии говорит о позитивной тенденции. В это дело все граждане внесли свой вклад. Но все равно показатели по количеству зараженных высокие. Хочу отметить, что в наших больницах имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и достаточно мест в отделениях интенсивной терапии. Коронавирус совершенно новый вирус. Мы еще не сталкивались с такой пандемией. Поэтому мы постоянно обмениваемся опытом и мнением с нашими коллегами из других стран. В наиболее пострадавшем от эпидемии Ухани заканчивает работу мобильный госпиталь Лэйшэньшань. Напомню, он был построен 8 февраля меньше чем за две недели. И теперь закрывается, потому что больных становится все меньше. Лечили там в основном пациентов пожилого возраста. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Ухань покинули и последние группы медиков, командированные туда ранее из других регионов. Сейчас в этом городе на лечении находится 179 пациентов с COVID-19. 57 из них в тяжелом состоянии. 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Пивето излечился от коронавируса. Он стал самым пожилым жителем Бразилии, который переболел COVID-19. Эрнандо поступил в больницу две недели назад и провел два дня в реанимации. При этом ему ни разу не понадобилась искусственная вентиляция легких, благодаря хорошей физической форме. Мужчина покинул больницу в военной экипировке. Встречали его бурными аплодисментами. Победить коронавирус для меня значило больше, чем победа Второй мировой войны. Я бы хотел поздравить всех медиков, которые мне помогли, которые следили за моим здоровьем. Вы все молодцы. Больше интересной и полезной и свежей информации на нашем сайте 24.kz обязательно заходите. А у меня к данному часу. Пока всем. До встречи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»